Россельхозбанк Россельхозбанк – ведущий банк агропромышленного комплекса и сельских территорий страны. Ходит в топ-5 крупнейших банков России по активам и кредитному портфелю. Все акции банка принадлежат государству, однако на Мосбирже можно купить его облигации. Россельхозбанк Как можно догадаться из названия, основа бизнеса этого госбанка – предоставление кредитов сельскому хозяйству. Причем часть из них по очень низким льготным ставкам – от 1 до 5% годовых. Возникает вопрос, как же банк, выдающий кредиты по ставкам ниже ключевой, еще не разорился? На это есть две причины. Во-первых, Россельхозбанк кредитует предприятия фермеров через программы господдержки и субсидирования. То есть государство компенсирует ему недополучную прибыль, которую он мог бы заработать, выдавая кредиты по рыночным ставкам. А во-вторых, государство докапитализирует банк, и он использует бесплатные средства на выдачу кредитов. То есть доход у него даже по кредитам с нерыночными низкими ставками будет всегда. Помимо классических услуг, у банка есть другие направления бизнеса. Это страховая компания РСХБ Страхование, Лужский комбикормовый завод и маркетплейс для фермеров – свое родное. Вот только в совокупности они приносят менее 5% прибыли. Россельхозбанк был создан в 2000 году для обслуживания сельхозпроизводителей. В 2006 году он стал ключевым участником приоритетного нацпроекта «Развитие АПК» и получил дополнительное фондирование от правительства. В 2010 году Россельхозбанк стал флагманом реализации федеральной 15-летней программы по увеличению производства сельхозпродукции. А в 2017 году – ключевым участником госпроекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». Санкции не обошли банк стороной. Уже в 2014 он попал под американские ограничения, а в 2022 – под европейские. У Россельхозбанка есть только одно конкурентное преимущество. Зато какое? Поддержка государства. Тут и вышеупомянуты компенсации по льготным кредитам и возможности докапитализации в случае проблем у банка. А вот рисков у него хватает. Во-первых, банк, по сути, принудительно участвует в финансировании рискованных и низкомаржинальных проектов в сельском хозяйстве из-за интересов государства в поддержке этого сектора экономики. Во-вторых, неурожаи могут приводить к росту числа дефолтов по кредитам банка. В-третьих, часть облигаций компании субординированы. Они могут быть списаны в случае нарушения банковских нормативов. Поскольку Россельхозбанк балансирует на грани рентабельности много лет, риск списания довольно высокий. Если это произойдет, инвесторы ничего не получат. Перспективы банка зависят от состояния сельхозотрасли в стране и особенно от госпрограмм поддержки сектора. Не меньшее значение имеют решения правительства в отношении банка.